Одесса, молодой человек, хочет выпить пиво, помороется по карманам, а денег нет. И вдруг слышит, мужик кричит, «Э, сволочь, украли велосипед! Где мой велосипед? Где мой велосипед? Я его только что здесь оставил!» Тот подбегает к нему, говорит, «Купишь мне пиво, я тебе скажу, кто украл твой велосипед?» «Пожалуйста, сколько? Четыре бутылочки». Тот ему покупает четыре бутылки пива, выпивает этот в ожидании. «Ну, кто украл мой велосипед?» «Сволочи!» «В магазине констоваров». «Подскажите, а где тут у вас можно купить, как же этот, как его, «Штандартенциркуль». «Штандартенциркуль» вы можете купить только в рейс-канцелярии. Друзья, я все понял. Скажу вам по секрету. Секс – очень опасная вещь. Вот смотрите, в СССР секса не было, только появилось, не стало СССР. Заходит мужик в магазин ковров, подходит к продавцу и говорит, «Один ковер дайте». «Да, пожалуйста». «Слушайте, а чем вы такой мрачный? Что ж, труб будете заворачивать к ковер?» «Два ковра дайте». В офис заходит молодой человек и говорит, «Здравствуйте всем! Здравствуйте, я хотел бы поговорить с Рубиновичем». «Простите, но Рубиновича нет». «Как нет?» «Я его только что видел в окне». «Да, но он вас тоже видел». «Максим, Максимчик, прикинь, у меня родители на дачу уехали. Понимаешь, о чем я?» «М-м, понимаю. Помидоров привезу». У Боры несчастья. Он идет по набережной, прямо с горла пьет бутылку бургундского вина. К нему подходит бабушка и говорит, «Алэдот, человек, вы бутылочку потом не выбрасывайте». «Бабуля, знаете, что это такое? Это бургундская 1812 года, Франция». «Сыночек, я на следующей неделе буду в Париже, не волнуйся». Это лейтенант после пьянки утром проспал на службу. И тут звонит телефон, он снимает трубку, «А там приятные женские голосы». «Тарич лейтенант, а хотите секс по телефону?» «Давай». «Тогда соединяю вас с командиром части». У нас едят грузин, русский и украинец. Их каждый хвастается, и русский говорит, «О, мужики, сколько у меня было девчонок!» «Ой, сколько у меня было девчонок!» «От, как листьев над этим деревом!» «От, столько у меня было женщин!» Украинец говорит, «О, шо таке? От у меня сколько было девчонок!» «Ох, сколько зерок на небе!» «Столько у меня было девчонок!» Грузин так сидит, смотри. «Крупоманка, знаешь?» «Семь мешков!» «Прикинь, пришел к своей девушке, а ее дома нет, только сестра. Ну, сижу, жду ее. Сестра рядом сидит, причем такая классная, сексуальная, блин. Сидим, 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 сидим. И тут она тихонько шепчет мне на ушко. «Я тебя хочу!» «А ты шо?» «Шо я?» «Я встал и пошел к своей машине». «Ты шо, дурак? Ты сам дурак!» «Там за дверью как раз стояла моя девушка. Она обняла меня, сказала, что я тест прошел, и она теперь будет со мной всю жизнь». «А, ну тогда классно!» «Чувак, классно, что презервативы были в машине». «Алергчик, что не говори, а женщиной быть проще?» «Проще!» «Вот смотри, покапризничала чуть-чуть, раз, и у нее уже все есть, что она хотела». «А мужик покапризничал, и нечего есть». «Папа, папа, а скажи, а откуда я взялся?» «Ой, сынок, проблема не в том, откуда ты. Проблема в том, нахрена я туда полез?» «Идет концерт камерной музыки, зрители затихли, слушают, и один зритель так сидит. «Простите, это вы только что сказали, еб твою мать?» «Нет, что вы?» «Простите, наверное, музыкой навеяло». «Алло, алло, я вчера у вас купил сверхмощный пылесос». «Алло, вас плохо слышно». «Так я, зенпень, я ж вам звоню из мешка для пыли». «Мужик ходит по секс-шопу, рассматривает все. Продавцу говорит, я прошу прощения, вот эта надувная женщина, можно ее? Пожалуйста. Посмотрите, когда она сделана? 12 января 2019 года. Не подходит козерог. Представляешь, один мужик в завещании оставил одной бабе 100 тысяч долларов, а эта баба, между прочим, когда-то не захотела выходить за него замуж. Вот это я понимаю благодарность». «Яша, Яша, а что это у вас? Фингал под глазом. Ой, утром зашел у лифта, там стоит девушка, это какой бюст у нее? Я засмотрелся на ее грудь. Она говорит, ну шо вы стоите? Может быть нажмете? Но тут что-то пошло не так». Ночь. Телефонный звонок, мужик просыпается, идет к телефону, говорит, алло, оттуда. «Коля? Нет. Ой, извините, я опять не туда попал. Мужик, да сколько можно мне звонить среди ночи? И вообще, как с тобой жена живет, если ты все время не туда попадаешь, а? Нет. Мужикам все-таки хорошо. Они сразу видят, какая у женщины грудь. А вот женщинам их всегда ждет сюрприз. Приходит мужик в зоомагазин и говорит, продайте мне попугая. Говорит, извините, всех разобрали, нету. Говорит, да вы поймите, у меня все есть, все есть, поговорить не с кем. Говорит, слушайте, я вспомнил, есть у меня один попугай, но он, понимаете, он очень экзотический такой, он не похож на остальных попугаев. Да мне все равно, лишь бы попугай, чтобы поговорить с ним. Говорит, сейчас пошел в подсобку, выносит сову в клетки, говорит, вот, ой, класс, расплатился, взял сову, это ушел, через неделю прибегает, поляну накрывает, говорит, ну мужик, спасибо, выручил, тот говорит, и что, этот попугай заговорил? Нет, но как слушает, как слушает. Алечка, Аля, вставай, тебе на работу. Сколько время? Без 20, 10. Ты что, идиот? Ты что, не мог меня разбудить? Мне 40 минут надо, чтобы накраситься. Тихо, тихо, что ты орешь? Я тебя накрасил, пока ты спала. Скажите, молодой человек, а вы матом ругаетесь? Почему ругаюсь? Я на йоме похвалить могу. Идет футбольный матч, и комментатор комментирует футбол. И так, прорывается к воротам, отдает на левый край, с левого передает на голову, удар, штанга, а мяч попадает к нашему игроку, и тут бах, открывается дверь, забегает тренер, говорит, можно помедленнее, наши пацаны не успевают. Пользуясь случаем, хочу дать объявление. Ищу умную, красивую, сексуальную, ухоженную женщину для серьезных отношений по четвергам. Звонок к домашнему врачу. Алло, это вы домашний доктор? Говорит, да, слушаю вас. Вы знаете, тут у меня произошло несчастье. Мой муж Абрашка, он случайно скушал три таблетки анальгина, что делать? Что делать, что делать? Сделайте ему головную боль, не пропадать же таблеткам. Нет.